Наступает новый 2021 год, и мы желаем вам, чтобы этот год принёс ваш дом любовь. Если вам сейчас показалось, что вы каким-то образом пропустили весь декабрь, то пугаться не стоит. Просто в Чичульском Доме культуры идёт репетиция к Новому году. Причём теперь подготовка номеров осуществляется в новом свете. Учреждение получило театральное световое оборудование, которое расширило рамки возможностей артистов, чему они очень рады. Для нас это, конечно, большое счастье и радость. И вообще то, что даже в Сельском Доме культуры это возможно, это просто большое счастье, ещё раз хочу подчеркнуть. И дети, и все наши клубные формирования, конечно, очень рады, довольны. И всем это придаёт, воодушевляет всех, и придаёт больше как-то, даже работать хочется всё больше и больше. Практически весь спектр цветов, любая позиция, разнообразие, насыщенность и свет, которым можно и нужно управлять. Специалисты, отвечающие за него, говорят, до этого в здании была пара прожекторов, которые каких-либо навыков не требовали. Теперь же оборудование профессиональное, и работать с ним одно удовольствие, а освоить оказалось не так уж и сложно. Было никак, практически включить, выключить и всё. Сейчас здесь полностью управляемый свет. В принципе, если есть желание, ничего сложного в этом нет. Сейчас на том же YouTube можно спокойно обучиться любой программе, которая управляет этими приборами. И пользоваться как бы. Однако свет не единственная радость для сотрудников Дома культуры. Помимо этого, в актовом зале теперь новые кресла, очень мягкие и удобные. Поэтому зрители, которых здание не видело уже несколько месяцев, будут очень довольны, когда вновь смогут его посетить. Также на сцене установлен новый экран, а новый проектор позволяет украшать выступления артистов. Но чтобы этого добиться, специалистам ДК пришлось пройти трудный путь. Без помощи в этом деле не обошлось. Очень хочется иметь хорошую современную технику. И бюджет у нас, конечно, не позволяет, а позволяет участие, если мы будем участвовать в разных программах. И нынче совместно нам помогли подготовить документы специалисты межпоселенческой клубной системы. И мы вместе подали документы на грантовую программу МТБ. В рамках материальной технической базы учреждению было выделено 3 миллиона рублей. Причем оснащение удалось выполнить с экономией. Работы в учреждении проводились в течение лета. И уже к началу сентября все было готово. После того, как мы узнали, что мы выиграли, мы подготовили техническую документацию, техзадания на все наше материально-техническое оснащение. Состоялись торги в мае, мы отыгрались. И в июне мы уже заключали контракты, осваивали субсидию. С первых торгов у нас осталась экономия, миллион, мы еще раз торговались. И снова освоили. В общем, в сентябре месяце у нас уже все было готово. Правда, увидеть обновленный зрительный зал местным жителям пока что не довелось. Эти кадры сейчас единственная возможность почувствовать себя гостем Дома культуры. Еще одна такая возможность появится ближе к Новому году, когда выступления артистов покажут на праздничном онлайн-мероприятии Каннского района. Именно к нему сейчас и идет активная подготовка на сцене культурного учреждения Чичиула. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания Канск, 5 канал.